Ну что, мы продолжаем серию выпусков про известных женщин и про их судьбы. Сегодня будем говорить о сёстрах Кардашьяна. Как думаешь, в чём феномен их семейства? Они задают тренды очень многие, причём тренды опасные, за которых осуждают. А девчонки повторяют, девушки, женщины, они помешаны на своей внешности, буквально помешаны. Что-то постоянно себе там отрезают, закачивают, худеют, толстеют, наращивают, переделывают. Ну, смотрите, когда женщина постоянно переделывает свою внешность, особенно когда она ещё как будто соревнуется. Здесь однозначно есть детские травмированные истории, где я соревновалась с другими женщинами. И если мы посмотрим на сестёр, у них достаточно многодетное семейство, да, и скорее всего там в детстве прямо была борьба за любовь папы, мамы, за внимание папы, мамы. Мы там знаем, что мама меняла мужа, и там были сёстры от другого отца. Поэтому там внутри всё равно есть конкуренция. Поэтому, когда мы вырастаем, мы продолжаем жить в этой жёсткой женской конкуренции. Когда мы живём в этой жёсткой женской конкуренции, я хочу показать женщинам, что я лучше. И тогда я каждый раз, засыпая, думаю, а как мне стать лучше неё, как мне стать лучше неё. Здесь, конечно, в базе есть эта история внутренней женской конкуренции, которая на самом деле никогда не закончится, пока она не закончится в нашей голове. Здесь я бы все-таки обратила внимание на это, потому что действительно иногда это уже доходит до состояния опасно для жизни, особенно когда такие вещи делаются популярно и наглядно, и люди идут за тобой. Здесь, конечно, я бы все-таки обратила внимание на какие-то вещи, которые уже становятся неэкологичными. Поэтому в первую очередь я бы здесь посмотрела на вот эту детскую травму, другая сестра меня победила, и тогда я ей отомщу. Это с одной стороны. С другой стороны, когда мы хотим все время переделать нашу внешность, у нас есть тотальная нелюбовь и неценность к себе. И мы уже говорили с вами как-то о Мерлин Монро, которая тоже сделала огромное количество пластических операций, потому что она не любила себя. То есть каждый раз, когда мы хотим изменить свою внешность, мы по сути психологически хотим поменять папу и маму внутри себя. Я недовольна своими родителями, и я хочу, чтобы они меня по-другому любили, другой любили. Здесь, конечно, очень важно с этим работать, потому что бесконечные операции могут привести к тому, что ты просто однажды не проснешься после очередного наркоза или после очередной дозы каких-то таблеток или специальных средств, которые ведут к похудению, к увеличению груди, увеличению ягодиц и прочим-прочим моментам. Ну и, конечно, там нужно еще посмотреть в историю в семье Кардашьян с их мамой. Вот у них мама очень властная. Ну, то есть по большей части успехом своих всех бизнесов они обязаны ей, она всем управляет. Как думаешь, насколько она сыграла роль в том, что сестры постоянно себя? Конечно, смотрите, базовая история в психологии, когда девочка рождается, наступает такой возраст, там порядка трех-четырех лет, она как будто хочет победить маму, чтобы папа на нее обращал больше внимания. И вот эта внутренняя история, где я хочу победить маму, она так или иначе у нас есть, бессознательно мы все хотим стать лучше мамы. И, конечно, когда мама задает большую планку, особенно девочкам, мы, конечно, уже живем в состоянии, мне нужно стать круче нее. И, конечно, там властные родители, они с одной стороны заряжают детей двигаться вперед, с другой стороны они являются тем же самым подавляющим состоянием, подавляющим ребенком, где мне хочется этого ребенка маленького, беззащитного как будто уничтожить и убить, и поэтому так много хирургии там. Именно поэтому, потому что как будто я хочу избавиться от той маленькой девочки, которую я не принимаю, и построить какую-то новую. То есть я не принимаю себя ту маленькую, которую не любили, не поддерживали, подавляли и прочие-прочие-прочие моменты. Поэтому, конечно, властные мамы, они такие задают тон на, знаете, есть такое понятие в психологии, которое называется перфекционизм, когда я хочу всего самого лучшего, любыми путями, любыми путями. Но здесь важно понять, мы идеала не достигнем никогда, потому что, по сути, наше биологическое строение, то, как именно сделал Бог, оно уже идеальное. Здесь, конечно, для того, чтобы выдохнуть и принять себя, нужно понять, что в той точке, в которой вы уже находитесь, вы уже идеальны, и не нужно стремиться к тому самому эталону, потому что иногда это может захлестнуть до безумных каких-то вещей. Ким очень тянется к тому, чтобы быть похожей на Мерлин Монро. Она очень сильно похудела, взяла в аренду ее платья вместо того, чтобы шить, у нее все есть для этого ресурсы. И недавно она купила крест с драгоценными камнями, который принадлежал принцессе Диане. Как думаешь, к чему вот это стремление обладать вещами, быть похожими на женщин с очень сложной судьбой? Ну, во-первых, мы понимаем сейчас с вами, что она точно такая же женщина с очень сложной судьбой, просто она немножко в другое время живет и может немножко по-другому это реализовывать. И, конечно, ее тянет к этим женщинам, типа Мерлин Монро, типа Дианы, поэтому она хочет взять эти артефакты, чтобы благодаря им стать как будто бы еще сильнее, потому что есть такая внутренняя глубинная связь как будто с ними. И здесь важно понимать, что когда она делает такие вещи, например, сильно худеет, берет это платье, выходит на большую сцену в этом платье Мерлин Монро, причем, насколько я знаю, там даже у нее не сошлось, и она не стала там его перешивать, потому что я никто-то не дал, я не стала шить подобное, ей нужно было быть именно в этом образе, в этом платье. Она этим самым привлекает дополнительное внимание общественности. Почему? Потому что она просто говорит, мамочка, можешь меня любить? Что мне еще сделать, чтобы ты меня любила? То есть это такая компенсаторика недополученной любви, когда тебя любят просто так, потому что как будто меня нельзя любить просто так. И вот эти вот все вещи, они, конечно, неким образом привлекают внимание, привлекают внимание большого количества людей, но там не получить эту самую материнскую любовь. Откуда вообще у женщин такая тяга, у женщин известных, не только известных, откуда у них такая тяга к тому, чтобы очень многие фанатеют, хотят быть похожими, именно на какие-то трагичные истории женские? Почему-то они больше всегда сопереживают. Знаешь как, здесь такая история, люди очень любят драму. Много миллиардов веков на протяжении наших родителей, нашей родовой, нашей кармической системе люди жили в серьезной драме. Были войны, были там огни, пожары. И, конечно, ничего так не теребит душу, как какая-нибудь драматическая история. Потому что, ну чё, вот и живем мы, у нас дом, удача, собака, ну как бы вот и живем. Если нет вот этой истории, где цепляются драматические чувства, там как будто скучно. Поэтому люди любят, общество любит драму. Здесь важно понимать, что это не только общество, мы на самом деле сами на эту драму очень серьезно ведемся. Потому что, если вы вспомните, мы даже с вами сейчас здесь уже какой раз обсуждаем именно драматические события. Потому что, ну чё рассказывать, там у нее все хорошо, она вышла замуж, родила четверых детей, у нее собака, там кошка и йогурт по утрам. А вот эта вот история, когда начинается драма, мы как будто поднимаем все наши родовые кармические слои, и нам там интересно в этом поразбираться, интересно в этом пожить. И на самом деле, почему это происходит? С точки зрения психологии, там есть очень большой эмоциональный заряд. А мы, когда живем в высоких эмоциях, нам там вкусненько, нам там интересненько. Люди любят вот эту вот красивую, классную эмоциональную подпитку. Поэтому, ну, ну, здесь нужно признавать, что мы с вами люди, у которых там родовая система была в войне, кармическая система была в войне, и нам вот как будто вот эта война, она дает какой-то дополнительный заряд. И здесь, конечно, я бы, например, рекомендовала все-таки вот эту энергию перераспределять во что-то другое, искать эмоции в чем-то другом, в любви, в радости, в гармонии. Но для этого у нас есть большой путь, по которому мы с вами вместе идем. Мы, кстати, упомянули вещь принцессы Дианы в этом выпуске. Как ты смотришь на то, чтобы обсудить в следующем? Да. В следующем давайте мы с вами разберем историю принцессы Дианы. Я ее очень люблю, и она на самом деле погибла в Париже. Париж – это мой один из самых любимых городов, магичных городов. Поэтому можно будет поговорить о принцессе Дианы. И, наконец, мы с вами поговорим о магии. Потому что хочется сказать, что все эти женщины, что Самойлова, что Мерлин Монро, что Кин Кардашьян, так или иначе имеют ту самую магическую часть, магический канал, про который я пока напрямую говорить не могу. Но скажу так, люди известные на весь мир, люди, имеющие большую творческую основу, они являются гениями, они являются магами. Да, где-то они имеют такую большую психотическую часть, но если они научатся ей управлять, они смогут достичь великих высот. Так что встречаемся в следующем выпуске и поговорим про принцессу Диану.